Десятая причина для того, чтобы больше ходить, если вы хотите похудеть, это то, что ходьба это такое хорошее средство для того, чтобы бороться с метаболической адаптацией. Что такое метаболическая адаптация? Вы когда начинаете худеть, то есть находитесь в дефиците калорий, ваше тело пытается вот этот разрыв, вот этот самый дефицит, закрыть за счет того, что оно снижает выработку разных гормонов у вас в теле, да, гормонов щитовидки, половых гормонов и так далее. Для того, чтобы вы слегка замедлились, да, чтобы слегка замедлить ваш метаболизм и сократить вот этот вот разрыв, который вы создали, да, дефицит калорий. Так вот, когда вы начинаете больше ходить, вы, получается, этот разрыв можете снова расширить. То есть вы сделали какой-то дефицит калорий себе, пускай это будет там 500, например, калорий в день, да. За счет метаболической адаптации ваше тело может сделать из 500 калорий дефицита, может сделать 300, например, да, и вы уже не будете столь эффективно худеть и худеть, как хотелось бы. Поэтому за счет ходьбы вы можете просто увеличить немножко свою активность, да, и учитывая, что вы уже как бы используете этот способ для похудения, и снова увеличить этот дефицит, там, до 500 или до скольки вы там захотите калорий в день. Поэтому вот это вам десятая причина для ходьбы. Ну, а если вы хотите похудеть в радость, с позитивными эмоциями, то заходите на мой сайт, есть ссылка на мой сайт, в шапке профиля. Там 7-дневный курс похудения с коучем, 10 евро он всего стоит. Заходите, освоите 18 успешных элементов успешного похудения в радость, и будете худеть в комфорте.